До последнего момента сторонники Харьковой надеялись, что возможен оправдательный приговор. В течение всего судебного следствия защита подсудимой практически полностью отпровергла все аргументы и доводы обвинения. В результате в ходе премии прокурор отказался от первоначального обвинения в хищении и мошенничестве, предъявленных Харьковой, но переквалифицировал ее действия на злоупотребление полномочиями. Сторона подсудимой и эти обвинения посчитала надуманными. И вот вердикт суда. Признать Харькову Ларису Николаевну виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 250, часть 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Назначить Харьковой Ларисе Николаевне по данной статье наказание в виде ограничения свободы сроком на 4 года конфискации имущества с лишением права занимать руководящие должности в общественных объединениях и других некоммерческих организациях сроком на 5 лет. В течение года Лариса Харькова также должна будет отработать 100 часов общественных работ. В случае злостного уклонения от условий апробационного контроля ограничение свободы будет заменено на тюремный срок. Адвокат осужденный заявил, что будет подавать апелляцию. Все, кто участвовал в этом процессе, считают, что приговор неправосудный. Апелляция будет однозначно. После принесения полного текста приговора для нашего сведения, апелляция будет подана в пределах 4-5 дней. Представители профсоюза считают, что это дело является следственным давлением, устроенного на профсоюзы. В январе прошлого года уже было ликвидировано наше республиканское объединение КНПРК. Затем ликвидировали еще три отраслевых профсоюза. Это все случилось только потому, что приняли в Казахстане в 14-м году закон о профсоюзах, который нарушает конвенция номер 87 о свободе объединения. Конвенция провозглашает невмешательство государства во внутренние дела профсоюзов. Наши организации были ликвидированы, но, видимо, кому-то это показалось мало. И они просто сделали все, чтобы появились три человека, которые написали иски о том, чтобы якобы Харькова неправильно распорядилась финансовыми средствами.